Привет, привет. Мы к вам с проверкой. С сегодняшнего числа началась проверка. 10 дней инспекторы регионального Росприроднадзора будут работать в Раполовском центре реабилитации диких животных. Повода как такового нет. Проверка плановая. И вызвана новым федеральным законом об ответственном содержании. Можно как угодно осуществлять надзорные мероприятия, шашкой махать. Тут надо найти золотую середину, при которой будет хорошо животным. Цель контролёров убедиться, что сами звери и птицы, условия их проживания и документы на них в порядке. При необходимости помочь Велесу с решением бюрократических вопросов. Сегодня первый день проверки знакомства с персоналом и обитателями реабилитационного центра. Здесь у нас 8. На самом деле больше 10 лосей, 20 медведей и 6 львов. Всего около 100 крупных животных и примерно столько же мелких. Только нынешней весной Велес принял 70 бельчат, ежат и лесят. Часть из них удалось вернуть в лес. Центр создавался как специализированная ветеринарная клиника для диких животных. Вольеры и клетки здесь маленькие не просто так. В больших пациента не отловить для процедур. Но после лечения зверю нужна реабилитация перед возвращением в природу. А если это невозможно, пожизненное проживание. Мы мечтаем переехать, чтобы наши медведи жили шикарно. Я не знаю, гектарно медведя, чтобы он мог по тапочке прогуляться. Хотя он не особо любит гулять. Но у нас львы хотят территории. Хоть они и спят 20 часов в день, и им эта территория не нужна. Но пусть будет. Поиском новой территории центр занимается последние три года. Сотрудники Велеса не теряют надежды, что переезд произойдет в ближайшее время. К решению их проблем по настоянию губернатора Ленинградской области подключились все профильные комитеты. Очень активно включился губернатор Ленинградской области. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, до Нового года, 100% у нас территория будет. На новых землях можно будет построить лесные полигоны для тренировки зверей и птиц перед выпуском. Хотя некоторые постояльцы Велеса не спешат интегрироваться в природную среду, предпочитая корм добывать у людей. Ручной волк ВУК однажды сбежал и выхватил у женщины сумку с продуктами. Поэтому участок под новый реабилитационный центр для животных должен быть не просто большим. Нужна минимальная инфраструктура, дороги, вода, хотя бы стены и особенно забор.